Звучит музыка Дружба, в первую очередь, с нашим Господом. Вы понимаете, что дружба с миром – это что? Вражда против Бога. Поэтому нужно изменить свой фокус. Дружба с Богом – получится вражда против мира. Другими словами, мы не от всего мира. Хотя мы и в этом мире находимся, но мы искуплены драгоценной кровью Ишуа Месси для того, чтобы возвещать о великих делах Его. А к чему говорится? В чем великие дела Божьи? Как вы думаете, только ли в исцелении, которое мы получаем? Только ли в свободе, которую мы прошли? От наркотиков, алкоголизма, других каких-то вещей? Наверное, то место, которое Бог говорит, что не по нашим делам, но по Его великой милости мы были спасены. Если Мессия Ишуа был обещанным Машеихом для Израиля, то для многих других народов это лишь всего, как бы не просто обещание, это милость. И не по нашим делам. Наши дела, они как запачканная одежда, кровавая. Ее нужно было отстирать, отбелить. Я хочу продолжить тему, которую я назвал Нес-Харахамим. Нес-Рахамим. Чудо милости. Кто из вас испытывал такое состояние? Вы что-то сделали, что-то случилось в вашей жизни, и мы сразу включаем флажок, я говорю, Господи, милость, 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 помилуй, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Кто? Я в этом тоже виновен. Тоже такие вещи происходили, потому что никто из нас несовершенный. В этом несовершенном мире мы живем, и мы несовершенные люди. Вы знаете, в ту ночь, когда был Ишуа предан на истязание, можно говорить, первое, он был взят под стражу. Два его друга из команды двенадцати сделали одну и ту же ошибку. Один предал его, другой отрекся. Вы скажете, Рабе, ведь какая разница предал и отрекся. Ведь эти одноименные слова, как бы, то же самое. Но есть разница в том, что в своем названии. Один не смог справиться с теми же чувствами, которые другой переживал, и отрекся от милости и благодати, которую Бог ему предоставил. В покаянии другой же нашел в себе силы изменить свою жизнь. Вот об этом я хочу говорить. Я хочу говорить о милости Бога в то время, когда мы несостоятельны. Когда мы не состоялись как личности в каком-то деле. Когда нас преследуют неудачи. А эти неудачи нас постигают и в бизнесе. Кто из вас делал какой-то бизнес, и он проваливался? Вы чувствуете, боже, ну, за что? Как будто, что случилось? В общении с ближними, родными. Когда вы хотите создать семью, ваши намерения вроде бы хорошие, и вы вдруг в этих созданиях семьи проваливаете отношения. Вы думаете, ну что такое со мной происходит? Что за ситуация? Поэтому я хочу говорить о милости Бога в то время, когда нас постигают неудачи. Когда нас постигает несостоятельное чувство, что мы в провале. Мы провалили все дело. Что делает для нас Ишуа? Мы, конечно, рассмотрим несколько вещей. Что вызывает личную неудачу для нас? Вот многие люди думают, ну что я делаю не так? Что у меня преследует все это? Что делать, если я не смог справиться со своими чувствами, своим переживанием, своим выбором? И что делает Ишуа, когда я провалил свое предназначение и свои неудачи? Вот знаете, вот я хотел бы говорить об этом, потому что фактически об Иуде, можно сказать, ну правильно, он не смог справиться, пошел и удавился. Но что же происходит с Петром? Симон. Ведь та же участь, некое отречение от Мессии позволило ему сделать ошибки. И на этих ошибках мы фактически учимся, потому что они становятся нашей основой просмотреть и изучить на основании апостолов и пророков. Правильно? Мы должны изучать это слово. И что произошло с Петром? Где у него произошли перемены, где он упал, где он не смог удержать то, что было ему дано? Ведь, пробыв с ним три с половиной года, с Ишуа, ты должен был укрепиться, быть сильным, и знаете, быть твердым в своем предназначении, в своем мнении, в своем решении. Этот момент очень и очень важен. Можно сразу приступить к этим вопросам. Что вызывает личную неудачу? Что провоцирует в нашей жизни те падения, которые мы проходим? Может быть, я неправильно выражаюсь, неудачу, но по русскому языке такое слово, как падение, это твое решение, которое кончилось неудачным экспериментом. Правда? Вот такой вот, мы иногда играем с некоторыми вопросами, которые потом нам выходят боком. Сразу скажу просто. Наша личная неудача происходит тогда, когда мы неправильно воспринимаем свои силы. когда мы наши возможности и способности не восприменяем или как бы понимаем так понимаем реально. Мы говорим, да ничего страшного, я с этим справлюсь. Ничего страшного, ну, пофлютовал я на работе, там, ничего страшного, я справлюсь с этими искушениями. Ну, ничего страшного, ну, я, товарищи, я же сильный в Боге. Вы знаете, мы, кого мы обманываем в самом деле? Кого мы хотим обмануть, что мы настолько сильны, что мы готовы удержаться от любого искушения, которое вокруг нас? Да, мы в состоянии себя контролировать, но я вам скажу, что это некая основа для падения. Когда мы не рассчитываем на те силы или приубежденно мы смотрим на то, что мы сильные, я вам скажу так, что мы готовим основу или семя для падения. Знаете, с чего началось падение этих людей? Апостолов. С того вечера, когда Иешуа сказал, это мое тело, это моя кровь. Матфея 26 глава 31 по 35 стих. Это тогда, когда вся эта история началась. Тогда говорит им Иешуа, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пасыря, то есть умертлю пасыря, и рассеются овцы стада. Ну, понятно, ситуация. Если что-то произойдет, то тогда все овцы рассеются. Но Иешуа говорит им заранее, поручески, не думайте о себе много. То, что вы со мной, то, что происходит, я вам скажу одну вещь. В эту ночь вы соблазнитесь обо мне. В эту ночь я стану камнем преткновения. В эту ночь вы отрекетесь от меня. В эту ночь произойдет то, что вы никогда не ожидали. вы думали бы, что вы сильные. Сегодня ваша сила будет испытана. Но по воскресенью моем из мертвых встречусь с вами в Галилее. Мы когда думаем так, конечно же, история интересна. Но реакция Петра Симона, Петра сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. То есть, для моей жизни было столько испытаний, я столько прошел и с тобой в Галилее, и в синагоге, и с моей тещей, со всеми вещами. И самое главное, что я оставил все последовало тобой, я понимаю, ты, ты, Господь, ты, глагол вечности. Поэтому говорю тебе, как у нас люди любят, говоря, даю тебе зубное выбивание. Клянусь жизнью своей. Я нормальный, у меня хватит сил. Ишуа сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И говорит ему, Петр, опять не доходит до него, что он как бы посмотрел на свои силы и думал, что он все сможет. Говорит, хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобно говорили и все ученики, запомните это, подобное говорили все ученики. Как часто мы говорим, после того, как мы пережили рождение свыше. Господи, с тобой и до края земли пойдем. Возглашать о том, что ты сделал в моей жизни, что ты освободил меня от наркотиков, от болезней, и тому подобное. Мы говорим, мы видели чудеса, знамения, ты, Бог, и я не отрекусь от тебя, я буду ходить за тобою, куда бы ты ни повел. Правда? Все так говорили. Говорили. Ну, знаете, в этом отрывке мы видим, что убежденность учеников была в том, что они уже были испытаны во всем. и я хочу вам сказать, никогда не переоценивайте ваши возможности. Никогда не переоценивайте. Переоценка возможностей ведет к падению, потому что мы люди, мы люди, мы не сверхчеловеки, мы люди. Мы были испытаны, и мы будем испытаны. 1 Коринфянам 10-12 говорит, посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Послание уже идет, послушай, если ты думаешь, что ты сильный, давно верующий, тебя ничто, никто не сломит, всегда помни, что есть та сила, которая будет для тебя искушением, испытанием твоей верности Богу. Библия нас предупреждает о том, что каждый из нас склонен ко греху. Мы склонны ко греху. Мы искушаем грехом. И Рав Шаул говорит об этом, что братья, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает, что человек все и то и жнет. Не обманывайтесь, что вы без греха. люди совершенные. Поэтому он говорит о том, чтобы мы были подготовлены к тому, что мы будем испытаны. Мы не только переоценим наши силы, но мы и злоупотребляем иногда нашими слабостями. Один из примеров. Мы знаем, где наше слабое место в жизни. Мы знаем это. Мы знаем то, через что дьявол часто нас достает. и мы говорим не трогай, не ешь, не общайся. Таким образом мы также подготавливаем ту почву, которая станет добрым семенем для того, чтобы дьявол через нее больше всего нас искушал. Чем больше мы пытаемся сказать вот эта слабость, я не хочу ее трогать, я не хочу удаляться, я не хочу общаться, тем сильнее будет искушение. Что я имею ввиду? Наши слабые места, где мы не защищены, где мы не хотим защитить их, а просто игнорируем, просто игнорируем, станет нашим камнем преткновения. Я понимаю, что сегодня мое послание не только говорит о том, что мы будем испытаны, я хочу показать милость Божию к нам, тогда, когда мы чувствуем, что мы упали. мы настолько научены противостоять всем злым обстоятельствам, что мы становимся черствыми к людям, к себе, к Богу даже. Мы не чувствуем, что нам нужен Он. Мы просто хочу быть обыкновенным, чтобы меня никто не трогал и не доставал. никогда не предполагайте, что вы справитесь, всегда нужно давать себе шанс в том, что мы не всемогущие, мы не Боги. Если сам Ишуа был испытан после величайших перемен, он был испытан, как и мы, как и ученики, после того, как они прожили или же вкусили от той Великой Пасхи, когда был Сишуа, они его бросили, они разбежались. Почему мы терпим неудачу, несостоятельность нашу? Второе, это страх перед мнением людей. Мы терпим неудачи или терпим поражение, когда мы хотим одобрения людей, когда у нас есть страх, мы хотим знаете, сейчас не надо какое-то слово, как использую по-русски, любо, а? Не, не любоприятие, другое слово используется, я думал, откуда оно появилось. Но при всем этом, как бы это ни называлось, мы как люди, мы понимаем, что мнения людей для нас важны, и нам конечно нужны, нам нужно мнение наших родителей в том, что мы делаем, нам очень нужно мнение людей, но при всем, если мы боимся мнения людей, попасть под критику, тогда мы человека, знаете, понимаем, что мы угождаем людям, человекоугодники, такими словами говорить, библейским, темновозаветным словом, человекоугодники, каждый раз, когда мы строим наши аргументы поведения на одобрение людей, тогда мы восприятствуем тому, чтобы мы упали, или мы прикнулись, почему я говорю об этом, потому что люди боятся, что обо мне скажут люди в моем решении, конечно же, я не говорю о том, что ваше решение оставить семью, или же напиться до неузнаваемости, обдолбиться, чем-то еще такое, и вам все равно на всех наплевать, я не об этом говорю, грех есть грех, он всегда будет тянуть на то, чтобы нас, знаете, нам все равно, пьяным и море по колено, я говорю о том решении, когда мы делаем в отношении праведности, правильных вещей, когда мы строим свои праведные дела на основании угодили мы людям, или нет, если мы знаем делать добро и не делаем грех, если мы знаем, что это прославит Бога в том, что мы делаем, нашем решении, и думаем, что о нас люди скажут, мы ложим основание нашему претензию, перед мнением людей, даже тогда, когда есть опасность, или же вы не согласны с этим, но вы поддаетесь этому влиянию, будет основанием для падения, один из примеров, вы знаете, что вас позвали на пикник, и там на пикнике будут разные люди, особенно бывшие ваши друзья, либо они остаются в миру, они и пьют, и ругаются, и все что угодно происходит, и вы думаете, ну как, не надо идти, я чувствую, что идти, участвовать в этом нельзя, они говорят, ну что, ты не мужик, что ли, ну да, ты говоришь, я вообще-то как бы нормальный человек, я как бы не пью, не гуляю, они говорят, ну слушай, и вы думаете, ну ладно, 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 пойду, вас чисто сломали, и пошли, как овца на убой, и вы знаете, вот там происходит то, что вы не ожидаете, вдруг кто-то подсел и говорит, ну что, давай, немножечко, ну так, ну что, здоровье, ну ты вообще как бы так, и началось, где искушение, вот там мы попали в искушение, легче избежать, потому что вы должны себя охранять Словом Божьим, Матфея 26 глава, 58 стих, Петр же следовал за ним издали, до двора первого священника, и войдя вовнутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец, запомнить эти, может быть, не читаете иногда так сильно и упрямо Слово Божие, но здесь интересный факт, что Петр зашел вовнутрь, он сел с людьми религиозными, и сел за служителями, может быть, там были какие-то чиновники, я не знаю, и стал смотреть сдалека, и что всем кончится, как все закончится, а написано, что они уже его заушали, да, там, они уже и шуа били, они уже издевались над ним, и он хотел посмотреть, чем все закончится, 26 глава, 69 и 70 стих, Петр же увидел, сидел, извините, вне двора, подошла к нему одна служанка и сказала, ты был с Ишуой из Галилеи, он отрекся перед всеми, сказал, не знаю, о чем ты говоришь, не знаю, о чем ты говоришь, заметили, что во время искушения или проверки тех слов, которые Петр говорил, я никогда, я жизнь свою подложу на алтаре, я никогда тебя не отрекусь, вдруг в этом испытании слов, которые мы дали, приходит первое, подожди, подожди, и ты был с этим галилеянином, о чем ты говоришь, женщина, иди, давай, ну, что ты смущаешься, вот видишь, мы с нормальными мужиками сидим здесь, он испугался мнения людей, он испугался мнения людей, что о нем люди подумают, давайте вспомним другие вещи, которые происходят с нами, например, когда у нас была возможность сказать нам в своем рабочем месте, либо там, где вы находились, о том, что Иешуа является мессией, или сказать о том, что вы мессианский еврей, и вы промолчали, какое чувство, а что, всем надо говорить, нет, у вас была возможность, вам, как бы, предоставили возможность благовестия, или же сказать о том, что вы верите, и вдруг вы сказали, так, не сказали, на что-то похоже, когда вам намекнули, ты что, тоже веришь в Весуа, и думаешь, лучше бы не спрашивал меня, когда человек говорит, мне вообще все раздражают эти верующие, эти сектанты все, думаешь, только чтоб не спросил, и ты был с ним, знаете, когда я думаю об этом, я вспоминаю Петра, потому что проблема Петра была в человекоугодничестве, которое сопровождало его чуть ли не через всю жизнь, даже тот момент, когда, помните, уже будучи возрожденным, может, крещенным Духом Святым, когда он стал апостолом, и, и, вот, проповедовать Евангелие, вдруг, Саввел, какой-то, знаете, бывший рэбе, там, знаете, вот он, он приходит в одну из общин, и говорит, Петр, Симон, что ты делаешь? Что ты ухождаешь и этим, и тем? Ты определись, что ты хочешь быть иудеем, что нет? Что ты там это саввел? Это иудея, но почему ты отстранишься от людей? Он пытался угодить людям, тот человек угодничества, даже при добрых делах. Мы ложим основания до нашего падения. Перед тем, как продолжить, я хочу задать несколько прямых вопросов к вам. Вы лично следуете за Иисусом, за Ишуа близко? Я сегодня обращаюсь к тем, кто нас смотрит в прямом эфире. Вы за Ним следуете близко-близко, или же на расстоянии. Так, посмотреть, чем все закончится. Да, я прихожу в мессианскую общину, я прихожу, ну, я так, ну, присматриваюсь, ну, что это за люди, вообще-то, а что они там верят, ну, как бы так, ну, мне ассоциация с ними не дуже хочется, да, даже кипу не одену, чтобы не думали, что я тоже тот. Как бы тихо, ша, спокойно. Может быть, вы следуете сказать, я следую за Ишуа, но ни в чем, что они делают, не хочу участвовать, чтобы мне не посчитали, что я один из них. Да, вы следуете за Ним, но тайно, я Никодим. у меня, я поддержку сделаю тайную. Я буду, как бы, приходить по ночам. Пускай меня научат. Тайность. Мы говорим, тихо, ша, чтобы мне не сказали, ты там был с ним. О, да, да, видел, видели тебя на фотографии, ты там раздавал трактаты. И так, раз, и, аж вот тут стало. Мы зато говорим, не знаю этих людей. Первый раз вижу. Я просто стоял там, они были возле меня. Мы следуем за Ним издалека? Или хотим, чтобы Он был Господом, спасителем нашей жизни? Я этот вопрос задаю неспроста, потому что многие люди сегодня, на сегодняшний день, будучи верующими давным-давно, они охладели к тем чувствам, которые называются спасение. Насколько оно дорого нам. Если мы так себя чувствуем, что мы тихо, ша, мы далеко, посмотрим на Него сдалека и на всех людей, мы готовим себе неудачную посадку. всегда будут те вещи, которые нам будут мешать. Петр сидел, наблюдал со стороны. Что закончится? Чем оно будет заканчиваться? И если Петр боялся мнения людей, тогда я спрошу, в чем же мы, в чьих слове, в чьего мнения мы боимся больше, чем Бога? Я сразу вспомнил одно место. Ишуа говорит, если вы отречетесь от меня перед людьми, и я тогда отречусь перед Отцом. Я никогда не знал вас. В чем суть есть? Потому что мы сдалека смотрим, мы слепо следуем за Ишуа, но сдалека. Так из-за угла, что именно закончится? Что там будет дальше? Почему нам мнение людей важнее, чем Божье? Почему это так происходит в наше настоящее время? Нам нужно оправдаться перед людьми? Нам нужно сделать себя как бы хороший фейс? И сказать, а, ну там сумасшедшие люди, ну Христа ради, они же, они безумные, но я же не такой. Ты знаешь, я же нормальный человек, можно со мной общаться? Я к ним отдела не имею. Друзья, нужно подумать о том, за кем и когда мы следуем. Если мы не знаем, что нас закрывает, когда нам задают такие вопросы, нам нужно думать, возросли мы в Боге или нет. Когда говорят, а, а, что-то ты и так похож на христианина очень сильно и тебя внутри скрутило. Думаешь, и скажу тебе, что-то ты не православный, ты ничего не делаешь, как православный. Ты думаешь, причина такого поведения это глубокая рана на нашей душе. глубочайшая рана того, что мы хотим людей, людского мнения в нашу сторону, чтобы оно было доброе. Послушайте, люди всегда будут иметь свое мнение о тебе. Всегда хорошо поступаешь, плохо ты поступаешь, всегда будет мнение. Куда ты ходишь, с кем ты ходишь, зачем ты ходишь, что ты делаешь, как ты бизнес ведешь. Всегда у людей будет свое мнение. Под всех людей мы не подстроимся. Притча 29-25 говорит, боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасности. Понимите, что когда люди нас спрашивают, кого мы верим, что мы делаем, как мы свидетельствуем в своей жизни, и мы боимся людского мнения, мы разделаем сеть. Потому что мы в нее обязательно вступим. И потом думаем, почему так произошло? Третья причина несостоятельности, это необдуманная речь. У нас есть такое выражение, да? Фильтруй базар. Не имеется в виду пройтись по привозу туда, пофильтровать его на целый день. А говорит о том, что то, что мы говорим, как мы говорим, мы, знаете, вот такое чувство, что мы включаем, вот говорил кукол, и начинаем нести все подряд, забывая то, что у нас еще нужно переключиться на мысль, а кому это надо? Я честно говорю, вот у нас у людей это нормально. Даже если вы говорите доброе, хорошее, прекрасное, или унизительно, или что-то такое, болтаете без остановки. Вообще-то, я думаю, что нам нужно мыслить, думать о том, как это общение или диалог поможет одному человеку и другому, повредит он ему или поможет. Даже если он поможет ему, стоит ли это говорить или нет? Помогло ли Петру? Причина нашей несостоятельности в жизни чаще всего бывает язык. Бизнесмены, вы знаете, да? Говорят, сказал, сделал, да? Сказал, сделал. Если ты проговорил, сказал, что я пообещал всего, и ты не сделал, то твое обещание, обещание, оно не ценно, оно ничто. И ты думаешь, почему я не получил еще один контракт? Почему я еще не получил того, что я ожидал? Люди пообещали, а я не получил, потому что твое благочестие, твой язык, то, что ты говоришь, оно спешит перед твоими мозгами. Надо иногда закрывать свой рот, чтобы включались мысли, включались, стоит ли это, нужно ли это. Поэтому говорится, еще нет мыслей, еще нет слова на языке твоего, как Господь уже знает все, что там в голове у тебя, свое сердце. И нам тоже поступает так. Перед тем, как еще что-то выйдет из моего рта, из моего языка, то нужно посмотреть туда, в сердце, что оно с собой принесет. Это то же самое происходит с Петром, когда он отрекается от Ишуа один раз, и над ним уже надругались, он видит, как его бьют, как его унижают, и тут происходит нечто, он чувствует себя неудобно, его спросили вопрос, и он отрекся от Ишуа, и тут он встает, написано, 26 глава, 71-75 стих, «И когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, то есть говорит в присутствии всех, и этот был Ишуа из Назарета, и он опять отрекся, склятываю, что не знает сего человека, вот тебе крест, не знаю его». Отрекся, немного спустя, видно, что он не ушел, еще не достало его эти вопросы, он стоял где-то у ворот, все равно смотрел, чем это закончится, и тут немного спустя подошли, стоявшие там, сказали Петру, «Точно, ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал кляться, божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Друзья, я знаю, что может быть эта проповедь сегодня может многим навредить, тем, что я как бы очень жестко подхожу к этому вопросу о вере и своей стоять за Господом, но я уверен, что благодать и милость Божия, данная нам, поможет нам быть сильным и крепким, быть светом в этом мире, чтобы узнали, что мы его ученики, они просто проходимцы, что мы его ученики, подошли, стоявшие там, сказали Петру, точно, и ты из них. Каково чувство, когда к тебе приходят люди и говорят, ты не ругайся матом, это уже подозрительно. Ты говоришь, какие-то слова такие, которые очень смущающие, мы так не разговариваем по-одесски, например, благодать Господа нашего, зови к Богу, ты точно сектант. И мы такие, как так? Твоя речь, твой язык тебя сдал, ты точно с ними. Вы замечали за собой, что вы так разговариваете, нет? Нас знают, нас видят. И отречься от того, кто мы, невозможно, потому что наша речь нас и предает, кто мы такие. Не, ну, конечно, если вы будете по фене разговаривать, типа, это самое, Библия с тюремным наклоном, то я думаю, что там мало не покажется никому. Да, но я верю, что здесь говорится о том, что именно наша наша речь, даже не акцент, откуда мы, из Бердичева, или Житомира, из Лес Одессы, у нас выдает. А выдает, кто мы, как мы разобщаемся, что мы говорим, каким образом мы говорим. Петр вышел из себя. Другой перевод, говорит, он начал ругаться, нецезурщиной, и кричать, не знаю, Богом клянусь, Богом клянусь, что вы себе надумали, не знаю человека, которого там не был, не видел, и не хочу. Яков говорит так, язык небольшого членного много делает, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, язык, огонь, прекрасный, неправда, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспалаем от гиены. А! Как много раз вы думаете, что я сказал? И мои отношения с этим человеком просто рухнули. Я хочу сказать вам, держите ваше мнение за забором. Вот этим забором, вот тут. Американские, как бы, чернокожие любят говорить, держи свой язык за решеткой. Нам нужно говорить о том, что мы знаем. Если что, больше того, то от лукавого. Нам не нужно давать возможность говорить лишнее. Итак, нас подводят к нашему неуспеху или нашему провалу. Это необдуманная речь. Страх перед мнением людей и переоценка наших сил. Хорошо, хорошо, понятно. Что с этим делать? Как выйти из этого положения? Если Петр был таким, ему говорят, такой картинкой, как не надо делать, то что-то он сделал такое, что он все-таки стал епископом, стал он служителем, он все-таки стал апостолом Церкви Божьей. Что-то где-то, что-то сделал правильно. Вот этом я хочу поговорить, как выйти для нас из того состояния, когда мы попадаем. Когда мы чувствуем, что мы попали на грехе, когда мы попали в отношения, когда у нас провал нашей веры. Эти шаги тоже три шага, которые мы должны принимать как шаги к восстановлению. они рекомендованы самим Писанием. Первое. Петр, написано, что он горько заплакал. Нам нельзя относиться к греху легкомысленно. Нам нельзя просто относиться к нашему падению, нашей несостоятельности. Ну, такое есть. Петр, он плакал, и это нам также относится к положению. Мы, ну, нам нельзя притворяться, что ничего не произошло. А, ну, все нормально, все. Кем не бывает. Нам нельзя приходить к такому чувству, что грех, он, как бы, это незначительная вещь, ну, я поборю его, ну, как бы, ну, с кем там не было, ну, искушение прошло. Нам нельзя думать, что малый грех, или малая закваска, может, как бы, пройти мимо, не оставить следов. Не забывайте, что грех имеет силу. Силу пускать корни в наши жизни. Вы не можете оправдать свои неудачи. А, ну, так бывает, кто-то виноват. Нужно взять всю вину на себя, как сделал это Петр. Я хочу вам дать небольшой рецепт. прохождение вот такого неудачи такой в жизни. Несостоятельности. Для того, чтобы пройти это время неудач, нам просто не миновать само прохождение. Мы не можем обойти, мы не можем уничтожить, как бы, сделать короткий путь к своему восстановлению. Чем больше падение, чем, ну, как бы, величайшее падение, чем дольше путь страдания, тем больше путь восстановления, тем больше, наверное, нужно, вот, чувство такое, сострадания к себе, что ты так плохо поступил, и выйти, должен сделать путь. Слово шува покаяния имеется путь, и я верю, что это необходимая часть. 75 стих, глава 26, говорит, исполнил Петр слово, сказанное ему, и шува, прежде, нежели пропоет петух, трижды отличался от меня, выйдя вон, плакал горько. Почему мы иногда плачем над тем, что мы сделали? Потому что нам это горько, неприятно, мы ненавидим себя за то, что мы сделали. Иуда не смог справиться, пошел и повесился, но у Петра были возможности, он выплакался, он начал плакать и говорить, Господи, он начал томиться в себе, он горько сожалел о том, что он сделал. И Рав шел, говорит, не до крови вы еще сражались против греха. Вы еще не достало настолько, чтобы возненавидеть этот грех. Нам очень часто стыдно в этом признаться в своих падениях. Нам стыдно сказать, что мы упали, что мы преткнулись, что мы остыли, что мы не те, которые мы были 10 лет назад. Но самое драгоценное, что вы можете себе сделать одолжением, посмотреть на Петра. Посмотреть на Петра. Запомните, что скорбь и восстановление, они в плену времени. А временем владеет Бог. И это время называется милость. Рахем. Мы говорим, милость свою яви. Милость. Как долго милость Божья. Бог говорит, я не хочу жертвы, хочу милости. Не суда, но милости. Бог хочет протянуть нам в свои руки. Кто понимает, что царь Давид не был идеальным человеком? И часто мне говорят, ну что посмотри на Давида, ну там он там как бы изменил жене, ну как бы с кем не бывает, вышел на балкон, ой, и пошли дела, что-то он не выдержал. Но с кем не бывает, да? Слушайте, с кем? с тобой это не должно быть. У Давида было хуцпа, извините, пожалуйста, прийти и признаться, когда он был обличен. Когда наших людей иногда обличают в неправильном поведении. Первое, что говорят? А докажи. Я думаю, все, вот тут уже ты попал. Здесь ты попал. Когда Давид ответил на вопрос за овцу, ему говорит, это ты. И он пал, он начал плакать. 50-й Псалом он пишет после своего падения. И он говорит, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не призришь, то есть не отвергнешь. Когда мы сознаем, что мы в горечи, мы ненавидим то, что мы сделали, мы хотим прийти к Богу, он дает нам милость, написано, что он презрит, он протянет тебе руку, скажет, теперь я хочу помочь тебе. Но в этом нужно осознать и признаться. У каждого из нас есть пусковой крючок. пение петуха было пусковым крючком для Петра. Я могу представить после всего, что он прошел, представьте себе, пять лет спустя, когда церковь растет, когда люди приходят к Господу, вдруг Петр слышит пение петуха. Как вы думаете, что он будет думать? Этот зов напоминал ему тот день, когда он отрекся, когда он упал, когда он отказался, когда его самое низкое падение было. У каждого из нас есть крючок, который дьявол использует, наши слабинки. Но это не должно пугать нас, это должно нам давать предстаряжение о том, что Бог милостивый, и он каким был, таким остался, и тогда, когда ты был искушаем, и Бог тебя исцелил, освобождил, также может помочь тебе сейчас. Это милость. Сатана знает наши пусковые крючки. Он говорит, ну послушай, не такой же страшный грех, как все его рисуют. Но кто узнает? Ты втихаря, спокойно, кто увидит, кто же будет об этом знать? Знаете, этот запретный плод, он всегда сладок, нас иногда тянет к нему. Но знаете, какая ситуация происходит потом? Дьявол минимизирует грех, что он, ничего страшного нет. Но когда ты его сделал, какое у вас чувство? Дьявол начинает говорить, а кому ты теперь нужен, что ты сотворил? Ты понимаешь, что ты сделал? Ты никогда больше не станешь на место служителя. Ты никогда больше не будешь использованный Богом. не будешь близко к этим чувствам Божьим. Ты никто после этого. Я прав или нет? Чувство, которое мы носим в себе. Я верю, что дьявол хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы не дать нам понимание Божьей милости. Да, мы можем обижаться на Бога, но нужно больше всего смотреть на себя. Если мы признаем наши падения и слабости, мы должны обращаться к нему искренним сердцем. То, что делал Петр. Второе, у меня еще 10 минут есть, то, что делало Петра, то, что делал Петр правильно, это он вернулся к своей малой группе. Слышите? Он вернулся в домашнюю группу. Вы сказали, где там написано. Сколько было учеников? А? 12. Как вы думаете, куда пойти после того, что ты наделал? Вообще, кто тебя поймет, как не те, которые так же самопредали Иисуса, Ишуа и Мизанарета? Кто тебя не поймет, как те, которые пережили то, что ты переживаешь? Марка 16, глава 60 стих. Мы говорим о Мирьям. Она пошла и возвестила бывших с ним. То есть пошла к тем, кто был с ним. Плачущим и рядающим. Они горько плакали то, что произошло. Очень тяжело было. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Не поверили, потому что оставили надежду. И то, что клялись, перестали верить. После всего явился и в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те возвративших возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим двенадцати возлежавшим на вечере, вечерняя домашняя группа. И как вы думаете, Петр был там или нет? Всем. Интересно, что видите. И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшие его воскресшего не поверили. Он явился, написано одиннадцати. Он явился всем одиннадцати. Домашняя группа. Когда вы проходите неудачи и падения, нужно всегда протестовать или протестоять тем чувствам, которые у вас есть. Знаете, какие у вас чувства происходят, когда вы грешите, или когда вы не соответствуете Божьим принципам? Чтоб меня никто не видел. Я это сам переживу. Я вот тут где-то там в одиночестве там каким-то образом справлюсь. Ложь. Ложь, друзья. Ложь. Самое лучшее исцеление для Петра было прийти в домашнюю группу. Прийти туда, где его понимают, где за него помолятся, где ему сказать, слушай, мы такие же самые были, как и ты. Давай держаться вместе. Мы не знаем, что будет дальше, но давай будем держаться вместе и услышим, что хочет Бог сделать с нами. У нас есть чувство, чтобы уединиться, не приходить, никто нас не видел. Не прийти ни в общину, ни в домашнюю группу. То, что сделал Петр, это вернулся там, туда, где он был. Частью команды, частью домашней группы. Иоанна 20, глава 19, стихи 20. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от Иудея пришел Ишуа и стал посреди них, говорит им, шалом. Сказав это, показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Я могу вам много раз сказать, что присутствие Бога, чаще всего присутствие Ишуа и Мессии переживается, когда мы собираемся двое или трое. Когда мы собираемся всеми, да, Господь приходит милостью, благодатью, мы переживаем его, но самое большее и самое явное переживание мы имеем на домашней группе, там, где за нас молятся, где простые люди протягивают руки верой, получают свое исцеление. Там, не на площади, не в храме Ишуа явился им, там, в домашней группе Он явился им, чтобы поднять их, чтобы наставить их, чтобы дать им веру. Так много нам нужно в домашней группе. Что такое домашняя группа? То место, где ты нужен, то место, где от тебя не отрекутся, то место, где ты будешь наставлен и переживешь Бога сильно. Это лично мое убеждение. И мы видим, что после этого они собирались часто. Написано в 26 стихе, после 8 дней опять был в доме ученики его. 8 дней проходит. Значит, они собирались каждую неделю. они опять собрались вместе, хотя, ну там, где не сказано ничего, ну, тысячи 8 дней, значит, и что, он все равно пришел. Он не пришел где-то в другое время, он пришел тогда, когда они собрались вместе, и одного не хватало, одного не хватало. Фомы, тебя не хватает в домашней группе. Может, ты пал, нету веры, как у Фомы. нету, он слышал, да, Господь исцеляет, Бог освобождает, Бог говорит, но я не вижу, не понимаю это. Скажу тебе, в домашней группе он тебя встретит. Он скажет, дай руку свою, вложи в мои ладони, будь верующим. Нам нужно строить наши отношения в домашней группе не тогда, когда нам плохо. Друзья, мы чаще всего, когда нам мы совсем все рухнуло, мы начинаем искать, кто нам поможет. Но нам нужно, друзья, слышите имнательно, три с половиной года они были в домашней группе, они переживали все. Может быть, и ты верующий давно, ты в домашней группе переживал многие чудеса. Выходили на улицы, выходили посещать людей подвое, Бог делал чудеса, и вдруг в вашей жизни кризис. Что-то произошло, не хватает веры, не хватает, может быть, чувства, которые меня кто-то вообще слышит, что я попал, я пролетел со своим решением, я с людьми поссорился, у меня нет отношений, я просто в пролете, как говорят. хочу сказать вам, в этой домашней группе, были люди, которые ходили с ним, стройте ваши отношения сейчас, когда все хорошо, вовлекитесь в домашнюю группу, когда она строится, назидается, не тогда, как приходит, когда все плохо, искать людей, которые, может быть, знают вас, а может не знают, если не будете знать, значит, все будет нормально, они как бы и примут, и поверят. Наоборот, стройте сейчас, стройте на сегодняшний день. И последнее. То, что нам нужно сделать, это возложить свое бремя, свою тяжесть на Господа, на милосердие Его, на то, что Он явит свою милость и спасет нас. В своих посланиях Петр дальше пишет назидание верующим. Он написал всего лишь две книги, а может больше, но две книги, которые дошли до нас. Это Первая Петра и какие вы молодцы, вы знаете, что еще вторая книга Петра есть. Послание к верующим людям. И знаете, Он пишет из своего опыта. Первая Петра, первая глава, третий и пятый стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Ишуа Мессии по великой своей милости, возродившей нас воскресением Мессии из мертвых к упованию живому. Когда ты мертвый, когда ты упал, когда ты чувствуешь себя отдаленным от Бога, там Петр говорит, я нашел милость, упование живое, упование на моего воскресшего Мессию, который выйдет мне навстречу. К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас. Силою Божьей через веру соблюдаем ко спасению, готовому открыться в последнее время. Петр не просто живет эту жизнь, вся его жизнь это надежда, что как Бог меня тогда от моего отречения, от моего самого низкого падения поднял меня. той же милостью и той же благодатью я буду жить всю мою жизнь. И он пишет, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Воу! Знаете, что он сказал? Я не доверял ему. Я отрекся от него. Этот камень тяжести, горечи был на моих руках. Я не пытался его поднять и передать ему. Я просто бросил и сказал, все, все, делай с этим, что хочешь. В оригинале он так и есть. Это не то, чтобы передать, а вот взять, вот, как я держал, Натаниэля, у меня руки устали, я передал Татьяне, у меня устали руки. Там говорит, то, что тяжело, гнетет тебя, просто отпусти. Пускай оно упадет. И Бог говорит, я за это позабочусь. Как сделать это? Очень просто. Мы все терпели поражение в своей жизни. мы сейчас ставим наши ноги и обращаемся к тем, кто сдалека следует за Ишула. Сделать шаг веры и следование за Ним. Те, кто, может быть, наблюдает, что случится дальше со всем этим, не готовьте себе места для падения. хотите принять Ишула своим личным спасителем, следовать за Ним? Потому что обещание Него вечная жизнь, а с Ним следует все остальное. Мы будем падать, мы будем притекаться, нам нужно подняться, нам нужно возложить на Него наши времена. помолимся примерно таким образом. Господь, я на самом деле неудачно сделаю свой выбор в сторону осуждения, страха перед людьми. Может быть, я не достоин Твоего помилования и прощения, Твоей любви и благорасположения. Я не достоин. Но в Твоей Торе Ты сам сказал, что милость Твоя превозносится над судом, что Ты вспомнишь Твой завет с Авраамом и помилуешь меня. Так и сегодня я прихожу к Тебе с тем, что я сделал, с тем, что у меня произошло. Я прихожу к Тебе издалека с моими мы, удачами, неудачами, с моим пролетом. Мне нужна Твоя милость. Рахем, я отдаю всего самого себя в Твои милующие руки. Я передаю на этот алтарь благодати и милости себя. Вспомни жертву Сына Твоего. Ради нас Ты послал Его умирать. И эта жертва мне нужна сегодня, потому что без пролития Его крови не было прощения бы мне всему тому, что я сделал. и не смотри, что я познал Тебя весьма давно. Яви ко мне свою благодать, свое благоволение. Я каюсь и я нуждаюсь в Тебе. если Вы молились этой молитой, просто прошу Вас поднять к Нему руки. Поднять к Нему руки как символ сдачи и сказать Рахем Милость Милость Ишуа Твоей крови достаточно было поколения чтобы простить нас и сегодня. Господь если бы не Ты имел бы ли я эту возможность прийти обратно. Ты знаешь наперед мои падения, мои провалы. И я хочу не обвинять Тебя, хочу сказать, что я виноват в этом. Может быть я боялся мнения людей. Может быть я стеснялся и следовал с Тобой вдалека. Я не намерился еще стать Твоим сыном или дочерью. Прости меня. Я боялся, что скажут и Ты такой, как они. Прости меня. Ты даешь мне обновление. И даже если я ругался, отрекался, падал, сегодня я горько сожреваю обо всем том, что я сделал. я не знаю, как от этого избавиться, но пускай твой голос будет свыше. И это обстоятельства, которые меня смущают. Там, где есть брешь в моей стене, через грех, Господь задел ее кровью своей. Ты мне нужен, мне нужна Твоя милость. И как Петр, который стоял рядом с Ишуа, и ему были заданы вопросы. Симон, любишь ли ты меня? Андрей, Павел, Симон, Саша, Виктор, Олег, Таня, Светлана, Оля и все остальные. Вопрос простой, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? И вот тогда было открыто Петру и всем остальным, каким образом Петр пострадает за веру свою. услышите меня сегодня. Не стесняйтесь Бога. Всей своей жизнью покажите, что вы не от этого мира, что вы другие. Не просто болтать языком, а всегда быть готовым дать отчет всем тем, кто спрашивает у тебя. И ты с ними. я видел тебя с ними. И тебя видел с ними. Ты кто? Не стоять вдали, а быть близким. Возьмите сейчас за руки. Наше собрание заканчивается. Но я верю, что то место, которым вы должны быть, домашних группах, то место восстановления, оно ваше место. И там Иисус обещал с вами встречаться. Где двое или трое во имя мое, я посреди них. Не откладывайте в долгий ящик домашней группы. Там, где вы живете, не откладывайте. Найдите время, иначе время найдет вас. Аминь. сейчас во время поклонения. Если вам нужна молитва, не стесняйтесь идти вперед, ставите на колени. Если вам нужно примирение с Богом, этот вопрос между вами и Богом, я вам не посредник, Ишуа посредник. Ваше примирение зависит от вашей искренности и вашей надежды на Бога. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.